Приветствую вас, конечно, для того, чтобы дать вам как можно более подробное толкование вашего сна, необходимо больше информации о вас, необходимо распространить и осознать вас о том, что происходило непосредственно перед тем, как вам приснился этот сон. Потому что обычно, когда люди рассказывают свои сны, они всегда предоставляют описание непосредственно того, что происходило за день, за два, за три, наиболее яркие впечатления об этом свои. И это позволяет выстроить бочку, это позволяет, как бы, вот, увидеть, что значит тот или иной сон. Во-первых, нужно сказать так, что сны – это отношение на желание. Это в первую очередь. Отражение наших желаний – сон призван удовлетворить нас в том, в чем мы не можем удовлетворить себя наяву. И в данном случае, в данном случае, в данном случае, основное ваше желание, оно сводится к потребности быть защищенным. Потребности – быть под защитой мужчины. Возможно, ваше желание сводится к более яркой, индексивной, сексуальной жизни. То есть, само по себе, место, где вы находитесь, это уже своего рода аллегория с тем, что вы хотите защиты, вы хотите уюта, вы хотите стабильности. А этого ваше сны. То есть, что дети – это, опять же, скорее всего, привет из прошлого, где вас, вероятно, либо обижали, как-то либо смеялись над вами, либо вы в душе, когда вы не защищены, детей воспринимаете как ходячих проблем. И это отчасти действительно так, потому что, ну, дети, если, вот, если женщина не защищена, если женщина, как бы, не удовлетворила свою потребность в стабильности и защищенности, то, естественно, дети для нее представляют серьезную угрозу – стресс. Дети – это стресс. Понимаете? Для женщины, которая лична поддержка, стабильность и так далее. И в данном случае мужчина, который появился в вашем сне, он вас защитил от стресса, он проявил себя как мужчина. Это говорит о том, что вы, с одной стороны, сексуально не удовлетворены, с другой стороны, нуждаетесь в мужской ласке, в мужской поддержке и в мужской защите. В свою очередь, это, опять же, как правильно сказал мой коллега, означает тот факт, что на данный момент вы тревожны, на данный момент вы находитесь в состоянии стресса и, возможно, сексуально не удовлетворены. Именно состояние стресса заставляет вас видеть этот сон. Потому что вы пытаетесь избавиться от стресса. Вы пытаетесь от него отдалиться, от храниться, выходить из защиты. И в сон, вы смело видите, как это желание исполняется. В данном случае, дети могут быть, как препятствия для того, чтобы мужчина проявил себя. Ну, знаете, вот, чтобы женщина восхитилась мужчиной, да, нужно, чтобы он преодолел какую-то вот, ну, какую-то преграду. Нужно, чтобы он преодолел некую, ну, некую проблему, да, нужно, чтобы он как-то вот реализовал себя. И в данном случае, если вы действительно нуждаетесь в этом, если вы нуждаетесь в том, чтобы вас защищали, то дети выступают сегодня с навсего обстоятельством для этой защиты с необходимыми обстоятельствами, необходимыми условиями, условиями при которых, например, мужчина мог бы себя, допустим, реализовать должным образом. И я думаю, что вот это является, ну, ключевым моментом. Это является ключевым моментом в том, что вы пишете, это является ключевым моментом в том, что... в том, чего вы хотите. То есть момент здесь именно в том, что вам не хватает внимания, вам не хватает заботы, вам не хватает, ну, какого-то, может быть, тепла, вам не хватает удовлетворенности, вам не хватает стабильности, мужской защиты. Вот. Вот это вот, на мой взгляд, и является ключевым моментом вашего текста. Это, на мой взгляд, является ключевым аспектом того, что вы описываете. И действительно, ваш сон, он действительно может повториться и повториться еще, если вы, например, если вы, например, ничего не сделаете для того, чтобы ситуация изменилась. То есть, если вы, например, не решите проблемы, допустим, со своим мужчиной. Да, вот, у вас есть мужчина, наверное, скорее всего, может быть, даже муж. И вот он вас не удовлетворяет. И вот, если вы с этим ничего не сделаете, если вы с этим не разберетесь, если вы не решите эту проблему, то, да, сон повторится, безусловно. Потому что вы не удовлетворены по-прежнему. А если вы не удовлетворены, то откуда возьмется изменение в сновидениях? Это так, к сожалению, не работает. Изменения в сновидениях, они возможны только в том случае, если вы, ну, будете что-то менять в своей жизни. И все, кстати говоря, по-другому не получится. Поэтому вы, пожалуйста, проанализируйте свою вот жизненную ситуацию, проанализируйте себя, проанализируйте то, как устраиваются ваши отношения с мужчинами, проанализируйте, насколько они у вас успешны, отношения с мужчинами. И вот, скорее всего, где-то там и есть проблема. Скорее всего, где-то именно вот в этом аспекте и кроется проблема. Потому что вот то, что вы пишете, то, как вы описываете, ну, вот, свою проблематику заставляет меня думать, что дело здесь не в детях. Хотя, может быть, дети, может быть, детей вам и хотелось бы, может быть, вам и хотелось бы детей, но, поскольку вы понимаете, что не защищены, и, то, возможно, запрещаете себе хотеть детей, опять-таки. И это проявляется в том, что дети в вашем сне выглядят как что-то злое, что-то негативное, что-то опасное для вас. Потому что это действительно так. Это действительно так. На данный момент. На данный момент дети действительно для нас опасны, потому что, потому что вы не сможете обеспечить их всем необходимым. Вы не сможете дать им того, что нужно. Но детей это хотят. Возможно, что вы считаете, что уже пора. На этом всё. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился вам мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!